Всем привет! С вами Нафаня. И сегодня у нас будет самоделка на тематику зомби апокалипсис. Это у нас еще одна огромнейшая самоделка, но уже на другую тематику. И вы уже могли заметить новые детали, а собственно дорогу. Я впервые решил использовать эти детали, так как они сюда хорошо вписались, но и смотрятся довольно таки красиво. Также у нас здесь есть два здания. Одно, которое идет под реставрацию, но это чуть позже. И другое у нас идет как бы кафе, общий пит. Сама же трасса, которая немного заброшенная, а то есть тут у нас полный переполох и уже ничего не будет прежним. И есть, виден небольшой фрагмент остановки, в которую врезался мотоцикл. Но чтобы рассмотреть все подробно и красиво, нам нужно брать другие ракурсы. Ну что ж, будем смотреть все частями. Первый ракурс я решил взять именно этот. Здесь у нас видно дерево, само же здание, про которое я говорил. И есть же небольшая толпа собак, которая бежит, собственно, на это здание. Но травму берем попозже, там довольно таки интересно получилось. Видно, что дорога у нас заросла всякими растениями, из асфальта полубивалась земля, ну и так далее. Здесь же можно увидеть еще машину, на которой сидит два полицейских. То есть они забираются на крышу, а один в криках о помощи все-таки хочет забраться еще выше, потому что он боится, так как к нему сбегается толпа зомби. Сейчас давайте приблизим это и посмотрим, как это все выглядит. И вот так вот у нас это все выглядит. Сам же наш полицейский в криках о помощи, а второй же полицейский держит в руках пистолет. Видно толпу ходячих, лежит рядом мотоцикл, а вот там упали наручники. Также вот вам, наверное, бросилась в глаза вот такая вот желтая машина. Это идет самодельная, и я ее в конце поближе покажу. Здесь же у нас расположилась остановка, в которую врезался мотоцикл. Мы видим, что он немного загорелся. Также остановка у нас была стеклянная и немного разрушилась. Есть всякие заросли, валяются газеты и есть скелет. Ну что ж, давайте смотреть дальнюю часть нашей самоделки. А вот что у нас происходит на той части улицы. Мы видим там достаточно много кровавых сцен. Также все тоже заросло. Вот там можно увидеть человека, который лежит весь окровавленный во скопах стекла. Возможно, он выпал с того же окна, но его еще доедает зомби. Тут же у нас есть еще одна мини-фигурка, но уже без головы, которой тоже подкрадается зомби. Возможно, это был продавец нашего магазина. А то есть рестораны, как я уже говорил. Здесь же есть наши выжившие. Вот у нас Джек. Вот наша Клементина. Здесь же я сделал еще одну мини-фигурку, но чуть позже скажу, кто это. Также внутри есть еще мини-фигурки, то есть внутри нашего отреструленного здания. 50 на 50. Ну что, все элементы разменяются. То есть две дороги разменяются и те две части. Чтобы было тут не смотреть, сейчас мы все это разберем и посмотрим поголовно. И первую часть я хотел бы начать с именно вот этой вот стороны. Как я уже говорил, из одного панельного окна выпала одна фигурка. Вторая же фигурка у нас, возможно, каталась на скейте и ее потом уже убили или она сама упала. Ну в общем, уже думайте как хотите. Давайте подъехать и смотрите детально, что у нас здесь валяется. Валяются всякие палки. Есть же растения. Тут же есть телефон. Наши зомби. Зомби я показывать не буду, так как вы все их видели. Тут же можно еще увидеть рядом пробегающую крысу. Ну что ж, а на этой части... Давайте мы немного подвинем. А на этой части у нас сама же машина, которой окружили зомби. Фигурки я вкратце могу вам показать. Вот такая вот фигурка нашего полицейского. Которая отстреливается от зомби и в то же время... Ой, блин. В то же время помогает своему напарнику. И вот он кричащий, испугался того, чтобы его не съели. Почему-то не идет фокус. Вот фокус пришел. Вот такая вот фигурка. Тут немного у нас завалился столб. Очень неудобно показывать это все. Тоже на дороге, так как оно не прикреплено. И спустя какое-нибудь время или обычный толчок сразу все это падает. Еще что хотел бы уделить внимание. В машине у нас есть бандит. То есть я хотел бы вас попросить, чтобы вы сказали... То есть поимпровизировали и сказали дальнейшую судьбу этого бандита. Оставят ли его умирать здесь на дороге. Или же заберут его с собой в качестве помощника. Или же пока будет его доедать, они будут потихонечку убираться подальше с этого места. Ну, в общем, решать вам. Ну что ж, давайте все-таки заглянем внутрь нашего здания. Вот видите, что я говорил. Как в шах в этом порядке все падают. Ну что ж, давайте смотреть. А вот и вторая сторона. Как я уже и говорил, сюда забегает толпа собак. Они, как можно увидеть, все дворняги. И пытаются где-нибудь найти кусок хлеба, полакомиться. И забежали вот в этот магазин, учуяв, наверное, какую-то еду. А она там по-любому есть. Здесь же стоит какой-то почтовый ящик, валяет салон. Как же и везде растительность. Здание я сделал как бы более похожим на какой-то магазин, чтобы были характерные черты. Сверху можно увидеть, собственно, надпись LEGO. Возможно, магазин так и называется. Здесь же можно увидеть спутниковую антенну. Возможно, там есть Wi-Fi. Ну и все в этом роде. Тут же засела летучая мышь. И вот теперь мы уберем крышу и заглянем внутрь нашего здания. Крыша убирается у нас легко. И внутри можно увидеть еще пару собак. Итого уже получается пять штук. Довольно-таки много. И что мы здесь видим? Здесь очень много еды, которая осталась, возможно, от предыдущих посетителей этого магазина. Нету зомби, а вот потому что здесь нет, как, собственно, мозгов. Но есть еда, которая интересна другим млекопитающим, ну и, собственно, дворнягам, можно так сказать. В общем, давайте меньше болтать. Здесь у нас есть пицца. Также здесь есть пицца в тарелке. Разбросано большое количество рыбы. Есть столик, который немного повалился. На нем же есть планшет. И здесь еще одна тарелка с куском мяса. Какие-то кости. В общем, много всякой мелочухи. Также в деньге повырастали кусты. Вот оно, наше разбитое стекло. Здесь же есть небольшой телевизор. Чуть дальше можно увидеть компьютер. Ну, это уже идет, как бы, стойка продавца-консультанта. Здесь же есть кофеварка, лежат какие-то деньги, коробка. Ну, в общем, много всего. Я, конечно, буду делать подробные фотографии. Здесь же какой-то лежит стенд с какой-то кассетой и с какой-то нумерацией. Там же валяется ключ. И вот вторая часть нашей самоделки. Здесь уже выглядит все по детализированию, да и побольше всего. Стоит наш полицейский грузовик без трейлера, так как он бы сюда не вместился. Ну, или можно было бы поставить саму одну машину. Но это выглядело бы неинтересно. Также вот еще одна гражданская городская машина у нас красного цвета. Я тоже ее частенько использую в самоделках. Она хорошо вписывается сюда. Ну, и вот в стороне я убрал желтую, так как она стояла посередине двух самоделок. Надо было показать ее в какой-то. Машинка у меня самодельная. Я надеюсь, вам она интересна. И вот, если еще... Не знаю, как правильно сказать. В общем, если вам понравилась эта машина, то напишите мне в комментариях. И я сделаю отдельный обзор на эту машину и сборку, скорее всего. Так как просто уделять одной видеомашине, рассказать пару деталей, можно сделать это и здесь. А лучше сделаем сборку. В общем, пишите мне в комментариях. Берем ее пока в сторону. Здесь же можно увидеть велосипед. Тоже какую-то окровавленную девушку. Она, возможно, умерла. Ну, скорее всего, это так и есть. Все падает. Меня немного это раздражает. Там же ползет паук. Есть большое количество кустов. Тут же тоже ползут зомби. Но мы их увидели. И давайте их уберем в сторону, чтобы они нам не мешали. Так как я уже говорил, что на самой дороге нет пинов. И все это просто лежит. Ну что ж. Почему-то я вот этого персонажа назвал Джек. А его зовут Джо. Не знаю, с чем это связано. Возможно, подзабыл. Давайте, наверное, перейдем к крайней части самоделки. А потом уже на самое интересное. Серегину я вам показал. Вот и крайняя часть самоделки. Здесь, как я говорил, уже есть остановка, в которой вырезался мотоцикл. Но все это не очень удобно показывать. Так как ее очень сильно ты не развернешь. Но я буду делать подробные фотографии. И все это будет в конце. Также будет в группе ВКонтакте. Давайте я вот так немного передвину. И мы посмотрим, что у нас здесь. Здесь же у нас есть... Я не помню, как правильно называется. Вот прям забыл. В общем, в котором находится вода. И она, по сути, оттуда вытекает. Не бронц-поид. Вроде бы. Ну, что-то... Вот вроде бы такое. Это для пожарников. В общем, напишите в комментариях. А то я что-то забыл. Также валяется скелет. Одного зомби мы не убрали отсюда. И что у нас в середине? То есть в нашей самоделке. Вот там есть небольшая остановка. Видно сидение. Какую-то газету. Ну и сам мотоцикл, который у нас врезался в остановку. Вот так же он загорелся. И валяются осколки стекла. Ну что ж. Давайте теперь смотреть вот ту часть. Также можно увидеть выживших по ступенькам. Это наш Джо. Клементино. И вот еще один персонаж. Это мистер Лего Дэниел. Я решил его сделать так. Как вы видите, он немного испуган. И даже выражение лица у него какое-то вот рвотное. Не знаю, почему я решил так все это выразить. Но получилась фигурка симпатичная. Так что давайте поставим его назад. Возле этой лестницы сразу же можно увидеть мусорник, который лезет от на крыса. На другой части самоделки можно было увидеть другую крысу, которая тоже сюда лезла. Там же можно увидеть книгу, которая валяется оттуда с бог пойми каких времен. Сама же лестница. Перельце. Есть небольшой прожектор. Тут висит какая-то вот окравленная табличка. Ну что ж, давайте заглядывать внутрь. И как я уже говорил, это здание у нас полуотреставрировано. Отреставрированное. Как вы видите, первый этаж у нас практически целый, а второй у нас поломанный. А все это связано с тем, что обычный старый дом решили реставрировать, так как нашли в этом доме парочку старинных машин. А то есть хот-родов. И все это не дошло до рук наших строителей, так как начался зомби-апокалипсис. Они строили-строили, но не достроили. Наши хот-роды так и начнут продолжать гнить в этом помещении. Вот он такой красный хот-род. Давайте уберем его. И мой самодельный еще один хот-род, который был очень давно на моем канале обзор. Я так его не поломал, как и обещал. Вот почему-то я не могу его оттуда вытащить. О, вытащил. Вот он наш хот-род. Ссылку я на него оставлю в описании под видео, чтобы вы еще раз посмотрели. Это было очень давно. Давайте тоже его уберем. Тут уже прямо складировалось у меня за кадром большое количество лего. Там можно еще видеть генератор. Возможно, тут не было света, и наши рабочие пользовались электрическими приборами, инструментами, но им нужно было свет. И они пользовались этим же генератором. Там лежит какой-то скелет, большое количество кустов. Один из них упал. Тут же стоит еще какой-то ящик, и есть у нас один зомби рабочий. Давайте его тоже уберем в сторону. Как видите, вокруг обоградили забор, чтобы не идти туда в середину, и не лазила всякая пацанла, ну и не трогала наши реалитеты. И тут же можно увидеть еще одну бочку. Лежит какая-то цепь. Не знаю, откуда она. И давайте, наверное, идти на второй этаж. Я как-то сегодня нестандартно показываю самоделку, так как это очень неудобно. Она очень большая. Но вы сами это видите. Вот очень неудобно показывать. Я уже не знаю, в каком раз это говорю. Буду камеру просто брать и так передвигать. Так, ну, наши выжившие, как вы понимаете, сорвали крупный куш, зайдя на второй этаж, так как тут большое количество инструментов. Здесь же есть, собственно, я. Я вот с небольшой ссадиной на щеке. У меня, как всегда, моя толстовка. Есть автомат Калашникова. И я стоял в этом окне, если вы могли видеть тот ракурс, когда были наши полицейские на крыше автомобиля, я пытался отстреливать зомби, чтобы как-то их спасти. И давайте уберем эту фигурку и посмотрим нового еще одного персонажа. Ну, он, скорее всего, что временный. Это у нас вот такой вот доктор, которого они взяли по пути. У нее есть шприц, какая-то медицинская карточка и что-то секретное в этом кейсе. И, возможно, она пытается сделать какой-то антивирус, то есть против зомби. Тут же у нас есть паутина. Есть же у нас небольшой забор, там где кирка и лом. Есть небольшая тележка. Опять же зеленый ящик, в котором лежит какая-то швабра. Висит рюкзак. И в ящике у нас еще какие-то строительные знаки. Молоток, знак восклицания, как быть, сюда нельзя. И знак запрещения. Тут же у нас сверху видно ростки. И давайте сейчас посмотрим еще раз центральную часть здания, так как кто-то вам все показал. В центральной части здания у нас было видно, что некоторые окна заколочены. Давайте я вам вот так вот приближу. Некоторые части окна у нас заколочены. И здесь висит, я, если честно, не знаю, как она правильно называется, но я называю ее строительная качеля. То есть, становится сюда пару мини-фигурок, а то есть строителей, и красят, или штукатурят здание. Как видите, у нас три окна. Они более целые. Все у нас заросшее. Штукатурка как будто подвалилась. Где-нибудь есть большие дырки. И есть вот такие вот деревянные рейки, которые были заколочены окна, чтобы мордеры не смогли залезть в наше здание. А вот, собственно, нижняя часть нашего уже отреставрированного здания. Оно сделано стеклянное и уже бежевое. То есть, видите, все поштукатурено и нету наших кирпичей. Ну что ж, я сейчас буду все это собирать в обратный вид. Буду с вами прощаться. И в дальнейшем будем смотреть дальше, что из этого всего получится. Ну что, ребят, попытался воссоздать все назад. И наша самоделочка уже подошла к концу. Что хотелось еще сказать, то что в дальнейшем, наверное, такие самоделки будут выходить реже, так как их строить очень трудно, очень долго, да и очень трудно показывать. И не все могут вытерпеть такое количество времени. Даже у меня бы проявлялось какое-то занудство смотреть так долго. Ну и мне, понимаете, трудно делать тоже такие самоделки. Очень много надо деталей, детализировать это все. В общем, для мотивации меня давайте будем собирать 100 лайков под такой вот масштабной самоделки. К примеру, как была предыдущая самоделка. В общем, вот такие вот масштабы самоделки. Вот, собираем 100 лайков и вот выходит новая же самоделка. И, скорее всего, что следующая самоделка у нас будет по сталкеру. Ну и если бы я еще меньше болтал и рассказывал, то, наверное, видео не так сильно бы затягивались. Ну что ж, перед началом показа фотографий я хотел бы еще раз рекомендовать вам канал Mr.LegoDaniel. Очень хороший канал. И есть такие же тематики, как и у меня. Вам будет очень полезно. Насчет машины мы с вами договорились. Я выпускаю отдельное видео по сборке и еще по детальной то есть просмотру, как бы можно сказать, этой машины. Ну что ж, давайте всем до встречи, всем пока, смотрите в конце фотографии. t Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok